здравствуйте мои дорогие друзья гости и постоянные зрители моего канала не откладывая дело долгий ящик мы разыграем вот эти интересные серьги от жоан риверс и так наш рандомайзер выбираем случайный комментарий и это юлия щербинская медово коньячное роскошество прекрасно серьги и кулона бусы прекрасное трио юлия ну часть из того выпуска видим вы должна все-таки перейти к вам вот поэтому от вас требуется очень легкое действие в написать мне ватсап вайбер или telegram все все мои контакты есть и под видео и в первом закрепленном комментарии вам следует прислать скриншот что вы подписаны на меня и и стоит лайк под видео дальше уже наш технической мы с вами без пишемся мне дадите адрес и я отправлю вам вот эти замечательные серьги от жоан риверс напомним маркировка вот здесь если вы также хотите получать от моего канала подарки то вам следует все таки подписаться на него поставить лайк и оставить положительный или нейтральный комментарий сегодня мы вы увидите украшение только от жоан риверс но я вас прошу не выключайте сразу на первых так сказать аккордах нашего видео как вы видите у меня абсолютная пустота и чистота на столе чистота не знаю насколько но пустота точным и у нас сегодня видео посвященное пасхи 16 апреля 23 года православные люди будут отмечать праздник светлой пасхи и я хотела бы сделать это видео заранее потому что честно говоря готовился с не к нему с декабря прошлого года потому что я это собирала это все очень долго все что вы сегодня увидите и как забавно все-таки жизнь делает такие кульбиты и точнее как забавно нити судьбы переплетаются иногда и сегодня мы эти нити судьбы переплетутся совершенно необычным образом перепятую переплетутся с американской дивы и ведущей очень яркой женщины джоан риверс которая придумала свою линию бижутерии очень великолепно получила премию именно это все будет в нашем видео поэтому кто не любит исторические болтальные видео плюс украшения сразу не мучить себя выключите все также нити судьбы переплетутся с великим ювелиром карлом фаберже и естественно где карл фаберже там будет последняя императорская семья русская императорская семья да вот такой сегодня у нас замес а сейчас поехали я сейчас выложу украшения некоторые которые будут но не совсем не все по ходу действий я буду вам показывать когда дойду именно до того чего хотела ну как говорится будете со мной все увидите и в частности и эти украшения пока вы будете рассматривать я начну рассказ чтобы вы хотя бы немножко представляли что мы сегодня увидим я потом все 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 покажу отдельно там внимательно и прочее вот но сразу хочу предупредить на многих украшениях не будет бирки например частности вот на этом и на этом помните на одном из видео рассказывал что я купила у одного продавца он узнал что я из россии и с многих яиц он просто снял цепи где непосредственно маркировка джоан риверс эта цепь вот получается это маркированная наставила и эта цепь уже сделано на новом заводе и вот это украшение новый завод это то что перенесено уже в китай вы как все знаете сейчас все заводы вот которые остались лисквы и барны крикса кирксфоли джоан риверс они перенесены в кентай потому что там дешевая рабочая сила но все традиции все прочее соблюдено на вот этих должны были они есть но я уже к сожалению сделать скрин потому что это давно покупалась я не думаю что так попаду вот на этих замках висели бирки джоан риверс все там было сфотографировано просто кусачками или разжатием кольца их уничтожил вот потому что снять этого было проблематично ну в общем вот как то так ладно мы не будем сегодня и да я вас очень прошу воздержитесь пожалуйста в комментариях от какого-либо негатива что-то еще давайте мы сегодня просто абстрагируем си и посмотрим что мультикультура она все-таки выше всего того что нам пытаются навязать и прочее и так пару слов о том что что мы увидим и что прочее ни для кого не секрет что царская семья в частности николай второй заказывал для своей любимой жены александры федоровны а также потом последующий для своих дочерей на праздник пасхи это было очень кстати значимый праздник для нашей царской семьи ювелира карла фаберже я не знаю почему но мне очень тяжело рассказать про это все вот карла фаберже яйцо на пасхальное яйцо ювелирное пасхальное яйцо на светлый праздник пасхи они были разными бывали просто подвесками бывали вот как кулон как то сейчас вы видите вот например это все копии с или переработка того или иного мотива яйца из коллекции карла фаберже и коллекция именно работ карла фаберже и эти яйца они они коллекционируются сейчас до сих пор существует много очень частной коллекции были они у джоан риверс кстати они же подтолкнули и на создание этой коллекции но что сказать очень много в частных коллекциях есть и в продаже есть и и в музее петербурге карла фаберже если будете петербурге то загляните пожалуйста это волшебное место просто невозможно оторваться так вот кроме уже эти яйца естественно были очень дорогие они делались из драгоценных металлов ювелирных камней и кроме известных таких дорогих яиц для операторской семьи фирма фаберже а это была целая фирма а выпускала также еще небольшие яйца это будет следующее такие небольшие пасхальные яйца брелоки и все ювелирные изделия дома фаберже были даже очень демократичны но их отличало очень высокое качество и они были очень популярны в качестве подарка и сложила своего рода уже утерянная традиция сейчас такого нету дарите на пасху девочкам начиная там уже с более такого с трехлетнего или чуть ли не с рождения у каждого это было по своим девочкам подвески фаберже самого рождения все-таки каждый год и эти подвески крепились на цепочку таким образом к совершеннолетию собиралась целое ожерелье фаберже признал получила абсолютное признание в 1885 году когда положил началом серии императорские серии пасхальных яиц идея с подвесками напоминающие историческую традицию подвешивание собирания оберегов шармов ности мы все знаем пандору и с ее браслетами шармами это далеко не их новаторская идея это уже все как говорится все придумано до нас было было популярно очень сильно и здесь я хочу показать вам как раз фотографии таких ожерелье которые заполнены подвесками как раз карла фаберже и не только так вот надеюсь вы также насладились сегодня будет достаточно много фотографий и надеюсь еще одна штучка в конце которой у меня получится есть не получится но значит не получится просматривая альбомы и каталоги посвященные вещам фаберже и рассматривая это также в музеях экспозиции то вот свет когда было ощущаешь просто неимоверные вот какие-то просто вибрации токи называйте как хотите гармонии гармония в металле и в камне и знаю что и это есть настоящее искусство наше искусство при этом не оставляет ощущение что и горечи что это такое был прерванный полет а фирме фирме фаберже в во втором десятилетии двадцатого века это достаточно трагичная история если кому-то интересным как вы можете вы ознакомить можете ознакомиться с этим такие кстати к это не только делу девочки и женщины использовали такие яйца но и к пасхальной заутрени мужчины обязательно надевали булавки с маленькими красным яичком адам надевали как раз вот эти ожерелья по количеству яичек можно было определить сколько девушки лет и носили они эти украшения с пасхи до вознесения в качестве подарка часто дарили яйцо из цветков которым как раз и привязывали драгоценное яичко от фаберже такие яйца брелоки были очень разными и дорогие и не очень и золото серебра с драгоценными камнями и как бы мы сейчас сказали бижутерный сплав ну хотя бижутерный сплав там совершенно иначе мы отличались такие по поводу подарки были кстати очень популярны во всех сословиях и семья императоров не стала исключением из этого из этого как раз списком вот и что же сказать собраться с мыслями надо давайте перед тем и вот такие яйца как раз появляются в коллекции уже джоан риверс но пару слов о том как она стала джоан риверс джоан риверс или джоан александр малинский а у нее были русские корни она родилась 8 июня насколько я помню годы разнятся но пришли к мнению что это 3 1933 год в америке в семье русско-еврейских иммигрантов в америке все что есть приставка русской там не даже не важно там еврейской идет еще что-то тебя все равно называют русская вот и уже перепрыгиваем большой пласт ее жизни в 1954 году джоанна окончила колледж попробуем назвать его верно я тут выписал просто себе нет твои даты бар барнардо извините если я неправильно назвала со специализацией по английской литературы и антропологии после окончания учебы джоан просто ищет себя долго и упорно она меняет множество работ была гидом рокфеллер центре это очень популярное место в америке консультантом в модном бутике просто неуемной энергии чувство юмора которые у нее было просто потрясающе это знаете такая фаина раевская американского разлива у нее просто афоризмы просто были замечательные например один из таких афоризмов насколько я помню в переводе естественно чтобы неопытно целоваться нужно больше чтобы неопытно целоваться девушки нужен большой опыт ну поняли небольшой иронии дальше так вот ее просто неуемной энергии чувство юмора давали есть пока спокойно зарабатывать до дна достаточно нормальную жизнь и как-то со своим приятелем джоан попала на комедийное шоу комедийное шоу в америке это просто это их их все и после этого она наконец-то понимает кем она хочет быть и находит свое признание опять пропускаем большой пласт чтобы не растягивать шоу наше видео не уж кажется я уже сейчас одна началась как раз работа на телевизионных сериалах телевизионных шоу такие шоу это были как сегодня вечером кстати шоу эда с селивана это абсолютная калька с уже закрытого шоу ивана урганта и популярность джоан как актрисы также росла ее стали прикрыл приглашать в комедийные и в ритте шоу очень очень сильно популярны в америке 70-х годов но я здесь естественно говорю о 20 веке но 80-х годов джоан риверс становится звездой первой величины у американских зрителей после частой замены джонни карсона в его соответственно его шоу вечернее шоу джонни карсона помимо того а помимо ведущие джон играет в кино очень по моему у нее был дебют а пол бертранский по моему снял фирмы пловец а вот как раз у нее там была небольшая бронь а также уже более известные конечно она звучит анимационные фильмы шрек 2 космические яйца ведет очень активную и она вела очень активную политическую и общественную жизнь и это уже когда и было хорошо за 80 так и и телевизионное шоу шоу джоан риверс который выходила с 89 по 93 год в девяностом году получает телевизионный оскар и это премия эмми как лучше телевизионное шоу джоан риверс выпускает за свою жизнь более десяти книг но меня лично интересует творчество джоан риверс как дизайнер женских украшений выпуск который она начин начала с 90-х годов и это достаточно было интересно потому что все что где предлагали для участия в шоу сами понимаете стилисты подбирают образ и она всегда говорил я в этом выгляжу слишком блекло я не могу моя сущность это просто моя сущность перебивает эти украшения поэтому ей надоело и она действительно начала открывать свою собственную линию украшений и с 90-х годов и по настоящий день этот выпуск украшений ей принес 750 миллионов долларов прибыли так чем же такая популярность украшения джоан риверс это довольно интересный дизайн как вы можете даже вот только по одному увидеть его универсальность даже вот такое большое яйцо на в принципе сделано в спокойных тонах и подходит под 90 процентов гардероба любой женщины его универсальность как я уже сказала частое применение позолоты все что вы видите это настоящая позолота конечно в микронах но она держится и выглядит это все очень прекрасно и в покрытии украшений мали и мали всегда тоже замечательное качество в украшениях она только использовала так вот джоан риверс также всегда никогда эта женщина не открещивалась от своих корней она подчеркивала как могла свое русское происхождение джоан риверс не могла не отразить в этого украшения и это обстоятельства и это обстоятельства выразилась в нас в русских украшениях так называемых увидели на моем канале знаменитые русские кресты из куполов казачка я так ничего не смогла довести и целая коллекция яиц под фаберже на жерель их кулонах броши браслеты со стилизованными куполами русских церквей как я уже сказала яркие взрывающие сумасшедшей красотой и все это объединялась одним девизом меня невозможно не заметить до джоан риверс невозможно не заметить сейчас я вам продемонстрирую фотографию как раз из каталога где представлены вот такие вот браслеты кулона яйца и сами вот такие яйца подвески стать многие с них вы увидите далее а также в девяностом году джоан риверс создает самую свою известную линию украшений который называется крайне просто джоан риверс классика на коллекция или классика в общем классическая коллекция джоан риверс который стала абсолютным бестселлером за свое ювелирное творчество в 97 году она также получает премию я это просто под страхом смерти не выговорю поэтому не оставим это особое место конечно в творении дизайнера в конце 90-х начала 2000 занимает шкатулки стилизованные под пасхальные яйца великого русского ювелира фаберже кстати она просто преклонялась перед ним и обожала царскую семью знала историю очень хорошо русскую и это были разные шкатулки и музыкальные шкатулки для хранения драгоценностей и шкатулки сюрпризом как раз одно из них вы такое увидите и как говорится я уже такую справку вам сделала чтобы мы могли с вами так вот уже поговорить вот это большое яйцо которое я кручу уже давным-давно я хочу чтобы его рассмотрели очень хорошо это джоан риверс и и очень узнаваемый стиль посмотрите какая великолепная позолота конечно местами уже есть очень очень небольшие потери и вы посмотрите вот такая посадка камней то есть обжим камня это все стекло просто мне очень трудно постучать по нему чтобы вы понимали что это действительно так это обжимка обжимка металлом камня это как раз вот эта техника фаберже которая он активно активно использовал также использование эмали как вы видите вот такое она чтобы не убить принципе есть раскрутить то и прибьешь хорошо она полная внутри но очень очень естественно твердое вот крепится она вот здесь и в принципе если видите коричко его можно сменить на кто так что и коричко рожать и принципе сделать как брелок или повесить куда-то и такая вот большая замечательная цепь такая замечательный цепь где вот здесь вот вот как раз вот где рожатого здесь было весело бирка джоан риверс это вот это яйцо не убираю увеличенную камеру и хочу показать вот это императорское яйцо это как раз по моему принадлежала одной из царских дочерей княжной по моему так они назывались не помню какой простите уж их там ног вот такая замечательная работа это уменьшенная копия там был большое яйцо и по моему в нем была какая-то какой-то сюрприз здесь или этого сюрприза не здесь это именно кулон достаточно весомый а не обязательно носить вот на цепочке можно спокойно я сейчас очень много продается булавок интересных на том же вам пересет можно ввести булавка со стразами или проще там очень интересный лото так вот его приколоть и носить на одежде или еще где вам там захочется на сумочке вот такое красивое яйцо квадра обожаю квадратные кристаллы очень редко попадаются всегда украшена каким-либо образом петли петлица и вот такой жемчуг сочетание конечно зеленого с золотым это просто шикарно и вот такое вот яйцо с такой вот чашкой я бы сказала она типа как бы должна паться подставка но это не подставочное яйцо но принципе вот так вот она есть по моему шикарный подарок на пасху и просто необычные и вот такое яйцо это уже так скажем попроще там внутри у нас камешки стразики но я так понимаю чтобы они не разбивались это сделано из пластика все же остальное сделано сделано все металл и очень крепко видите как я сжимаю и вся вот эта кружевная роскошь с ней ничего не происходит ну как я говорила здесь эта цепочка и в эту прошение выполнена уже на новом заводе и вот такая вот красота сейчас я удалю немножко наша с вами разложу и мы увидим то что я собирала очень-очень долго я фактически коллекционер так царицу ну так сказать цесаревич яйцо там еще будет покруче я вам говорила о joan rivers classic collection и вот они у меня есть это яйца который как раз и спрятаны и каждый из них особенная прежде всего каждого не за и сертификат обязательно такой и сопроводительным письмом и адресом не все сделано вот такой вот некоторые по другому немножко но это все увидите так я пытаюсь сразу вытащить две вещи чтобы вам не показать я сразу это продавец подписывал мне поэтому здесь вот так вот есть я не буду убирать коробки потому что я не хочу пусть будет вот таким фоном вот такое яйцо вы его увидели уже на в каталоге есть кто не рассмотрел вернитесь дальше к сожалению как всегда камера не любит кристаллы и не передает тот блеск и сияние это позолоченное яйцо joan rivers кристаллы сваровски поэтому переливаются они безумно красиво и вот такое вот пасхальное яйцо в этой коллекции но к нему есть еще и подставка подставка здесь очень тоже интересное все вот эти элементы ножки и вот орнамент который мы с вами видим это все взято с царских покоев дворца и используем в украшениях это когда в отдалении это немножко сверкает и вы хотя бы немножко улавливаете как это сверкает на самом деле так следующая коробушечка здесь немножко уже по-другому так вот она вывалилась как раз кого я все думал в кого вывалилась здесь опять-таки в это яйцо уже лицезрели в каталоге если кто не рассмотрел который я вам демонстрировал страницу с каталога сейчас секунду минус зачесался это все яйца уменьшенная копия фаберже которые такие попроще так скажем попроще давайте сразу ли опять буду приближать это все работы карла фаберже и где-то упрощенные где-то как-то сделанные может быть чуть-чуть его более простой техники но с соблюдением традиций то есть вот этого орнамента если это было жемчужное яйцо то это жемчужное яйцо это для дочерей николая второго вы сейчас можете лицезреть в каком замечательном состоянии все находится подставка подставки у них все разные посмотрите как я уже сказала элементы дворца и покоев были использованы вот в таких подставках его можно носить поносив некоторое время кулу поставить и у вас будет вот вот такая вот красота у вас будет стоять на тумбочке или где где вы там решить следующее опять-таки джоанн риверс коллекция тут еще надо открывать очень осторожно потому что некоторые углублены а нет я вам больше покажет следующий на я хитрая джоанн риверс коллекция здесь тоже есть а так встреча от вас здесь как раз в углублении яйцо находится не покажу не покажу не покажу так показал чуть-чуть но вы ничего не заметили а начнем из подставочки нежнейшие это по моему тоже опять таки из каких-то это все 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 использовалось в царском дворце поэтому это все украшательство там было и это яйцо опять таки с кристаллами сваровски я считаю самым нежным опять таки это для книжек книг не княжный одно из может быть я неправильно называю простите здесь изображена птичка по моему это для старше было сестры для самой старшей дочери которую уже подыскивали жениха и то что намек что она скоро вылетит из родительского гнезда но как мы знаем в истории вылететь из гнезда ей не удастся даже камера сейчас стоит блеск она абсолютно розовая сейчас она как-то здесь другой немножко цвет а так но не такого вот вы знаете взбесившийся барби нет очень благородный приятный цвет розовый кристалла сваровский которые абсолютно красиво переливается посмотрите на эту золотую птичку сердечко разве это не чудесный подарок на пасху для дочери для жены для самой себя то что делала счастливыми детей царской семьи кстати царская семья вела достаточно не очень такой уж прям разгульные и богатый образ жизни они были очень аскетичные кстати очень набожны но опять таки это кого интересует вы можете это все посмотреть это все исторических документы и факты еще одна коробочка здесь джоанн риверс но яйцо немножко изменила это уже был подарок сандра федоровна чё сбила да сбила это я уже просто не вижу эту часть давайте опять-таки начнем посмотреть здесь уже немного другое исполнение выше быстрее сильнее хотел сказать это мы поставим это было яйцо посвященное александра федоровна на одной из пасх и джоанн риверс по-русски добавляет надпись посмотреть карл фаберже это надо доним май май уже папа конечно по-английски 30 1846 год все порядке вот такие голосе переплетаются здесь золотые стеклянная эмаль под ним техника гильяше ободок золотой и стразы точнее кристаллы это все кристаллы сваровски все это украшено и вот здесь как раз добавлено вот эта надпись по кругу яйцо карла фаберже дань джоанн риверс девочки с русскими корнями исполнившую американскую мечту и станет и ставший любимица америки привезенная и ее работа посвященная россии в россию и показана и по показана и показывающая я сейчас вам ее тем кто жил и живет в этой стране у которого когда-то очень давно был царь николай второй который для жены заказал вот такое яйцо чувствуете как я говорил в начале нити судьбы переплетаются очень очень смешно но смеха здесь нет конечно здесь совершенно другое насколько все связано нити судьбы переплетаются и часто выдают нам что-то совершенно прекрасное приправленная страшными трагедиями я просто не очень уже хорошо вышку доставлю сейчас я из-под камеры посмотрю ты стояла все с тобой было в порядке в чем дело все и если вы думаете что это все то это не все это яйцо я ждала дольше всего это яйцо как раз одно из самых значимых а нет 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 стоп я забыл вот такое яйцо по-моему это яйцо называется сад это опять-таки переработка это было общий подарок семье уж не помню кому именно николаю второму или его жене александре федоровне или просто сразу всей царской семье вот это как раз то что я говорила срезаны цепочку которую давили где это все но это очень узнаваемое яйцо я вам покажу как раз фотографии как это выглядит в музее это яйцо на самом деле здесь конечно чуть-чуть ну не чуть-чуть упрощена работу чтобы это было носибельное украшение и как вы видите вот такой знак царской семьи вы видите корону и вы видите держал но при этом все настолько смягчено говорят он вдохновился ландышевыми ландышами которые расцвели в царском саду не знаю насколько это правда или нет или это красивый вымысел и экскурсоводов но такое яйцо как раз я вам покажу что она в идеальном состоянии для своего возраста жемчужинки олицетворяют здесь ландыши то так вот такое яйцо но мне еще остался к страйк выбить ими будет замечательно и очень интересно есть яйцо тоже хоть и цепочку с него содрали но маркировка здесь еще есть на самом лице и вот эти вот страдики это яйцо из люцита кстати простите я забыл его протереть вот такого приятного очень цвета и она вот в такой корзинке для яиц опять таки его можно носить как подвеску на булавку можно и она достаточно не тяжелая хоть это все и очень прочно сделано просто если еще сюда кусок стекла положить то это будет очень тяжело вот вот такое привет прелестное просто яйцо а это именно яйцо яйцо в корзинке потому что часто тоже дарили в корзинках яйца на пасху простите я действительно забыл вот это яйцо помыть но вы даже видите какой лицет какой там просто потрясающее свечение и это очень красиво банк несимметрично что делает очень живым этот кулон этот этот яиц это яйцо ну и настало время царица это великолепная серия я всегда ругаюсь на упаковку но как можно ругаться вот на такую упаковку это соответственно джоан риверс это кожаная у нас получается коробочка знаете кожа и беля и императорская серия здесь много сертификатов книжечка сертификатов интересно как достаточно бай джоан риверс империал чего-то будущего все эти все здесь есть и да это вот такое великолепное яйцо начну я с подставки потому что здесь очень очень хорошо видно это кисти от либо штор либо вот эти вот парадные которые подпирают которые убирают понимаете эти захваты кисти которые раскрывают проход как раз они вот на такой веревке и она использовала это в данном яйце поэтому тут даже одна только подставка чего стоит это копия яйца фаберже которые он подарил я пока показываю вот так чтобы вам увидеть здесь есть я как бы зазубри такая выступающая часть чтобы они не открылась вот ведь она не открывается вот здесь джоан риверс и знак короны здесь она себя помещает но это яйцо я вам покажу слайд из санкт-петербургского музея санкт-петербургского музея фаберже я не знаю почему я взяла мне как-то это прошлось по мне что-то хочу показать вам просто нереально эмаль очень похожи на чем-то на герб золотая эмаль по-другому не скажешь вот это стекло вот такая вот сверху она абсолютно одинаково везде вот здесь вот только есть чулан риверс это это стекло мне просто на зуб быстрее попробовать это стекло так она вот выбирает его можно поставить как вот так чтобы джоан риверс виден был так и вот так ну и чем знаменательно это яйцо это очень торжественное яйцо очень значимое для николая 2 показываем что внутри что она позолочен великолепном состоянии вот так она стоит и это яйцо сюрпризом и это нет не украшение это фигурка эта фигурка карета на фотографию вы видите что карета открываются там дверки но здесь такого нету это все таки был упрощенный вариант она не могла один в один так сказать повторять видите символ царской власти и на именно на этой карете копии с этой кареты алекс александр николай второй ехал на свою коронацию красный золотой это парадная получается парадная коллег карета царского дворца здесь все статично потому что вы заберете вот в оригинале у ножки крутится и двери открываются и вот здесь еще добавлено красный цвет в оригинале фаберже я имею ввиду но простите фаберже еще настоящий из музея и мне ничего не продают и вот такая прелесть находится данным яйца очень сейчас постараюсь ничего не задеть чтобы подвинуть я очень старалась собирала это для вас надеюсь посмотрите если это было царь не сотух теперь какое здесь и и вы оцените по достоинству не заходить пока еще пасхо не наступило себе приобрести что-то из этого прикоснувшись к своей собственной истории но я наверное мне нужно закончить что-то сказать а я не могу потому что честно меня переполнять эмоции я смотрю на это и понимаю что я вижу свою собственную историю которая которая была которая подпотеряна для нас и странным образом возвращена уже правда немножко переработаны американская женщины очень-очень неординарной личностью яркой которая ничего не боясь и ни на кого не оглядывалась всегда помнила о своих русских корнях корнях и делала вот такие замечательные и и великолепные украшения и глядя на это все мне хочется просто фантазировать и помечтать а что если а что если если было бы все по-старому если мне сейчас получится что-то вставить мою мечту что если вы тоже посмотрите что если но я должна объявить приз подарок для тех кто для того кто подпишется поставить лайк хотя бы за старанием за моим напишет комментарий пожалуйста вы сдержитесь от всякого его гнева не хотите лучше не надо этот выпуск я посвятил светлому празднику пасхи нашей истории нашей культуры да которую делала американская женщина и в этом нет ничего плохого кроме как гордость что мультикультура побеждает всегда и не важно что делят политики при этом а подарком будут вот такие серьги трансформеры но у них только есть вот такая золотая вставка от джоан риверс джоан риверс торжественные чем-то да тоже не поменяющие яйца очень интересные для тех кто подпишется поставить комментарий оставить комментарии и поставить лайк под видео а с вами была ваш яна на диване мы еще обязательно увидимся всего вам самого доброго пока-пока как узор на окне снова прошлое рядом кто-то пел песню мне зимний вечер когда-то с словно в прошлом ожило чьих-то бережных рук тепло вальс изысканных гостей и бег лихих коней и и и и и и и и и Вальс Зеркало в янтаре Мой восторг отражают Кто-то пел на заре Дом родной покидая Будешь ты в декабре Вновь со мной, дорогая